Рассказ про саму тему юридическая защита бизнеса при экономическом кризисе. Итак, у нас на самом деле не так много времени, как могло бы и как хотелось бы, поэтому буду рад, если у каждого желающего получить ответы на свои вопросы будет возможность задать эти самые вопросы. Александр в последующем их озвучит, и мы 100% ответим на каждый юридический вопрос, который был задан в рамках этой конференции. Обязательно озвучим. Итак, юридическая защита бизнеса при экономическом кризисе. Меня зовут Виталий Ветров, я управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры», персонально отмечен рейтингом делов квартала. Юридическая фирма «Ветров и партнеры» на протяжении последних трех лет входила в национальный рейтинг юридических фирм в номинации, арбитражное судопроизводство и разрешение справа в судах общей юрисдикции. Мне профессионально интересны проекты в области защиты активов, защиты активов компаний и личных активов. Соответственно, экономический кризис, он достаточно такая полярная штука с точки зрения его квалификации юристами, поэтому мы сформулируемся только, наверное, на трех плоскостях, которые имеют отношение ко всему происходящему. Первое – это мы поговорим про коронавирус с точки зрения фрукс-мажора, мы поговорим, что делать с токсичными, нехорошими контрагентами, и третье – мы поговорим, как защищаться самим в случае, если потребность такой защиты возникла. Соответственно, первое – коронавирус с точки зрения происходящего можно квалифицировать как, естественно, обстоятельства непреодолимой силы. Этому посвящена только одна статья в Гражданском кодексе, это статья 401. В ней речь сводится к квалификации всего происходящего с точки зрения двух критериев – это чрезвычайность и непредотратимость всего происходящего. Соответственно, если вдаваться в аналитику подобных категорий, то подобные события, естественно, на старте не должны быть предусмотрены, мы не могли предполагать их наступление, и, следовательно, только в этом случае есть основания для применения статьи 401. Почему-то, когда в обывательском восприятии начинают использовать категорию фрукс-мажора, всем хочется видеть наступление такого последствия, как прекращение аннулирования каких-либо обязательств. То есть договор был, обязательства были, произошел фрукс-мажор, и бац, все пропало. На самом деле это не так. Фрукс-мажор через 401 Гражданского кодекса говорит о том, что обязательство договора сохраняется, но, возможно, уменьшит те неблагоприятные последствия, которые возникают из-за возникших нарушений. В первую очередь это нарушение, связанное с возможностью взыскания неустойки, либо возможность взыскания убытков. По сути, только от меры ответственности спасает 401. Во всех остальных случаях обязательство договору подлежит исполнению, и никаких других последствий фрукс-мажор в рамках 401 не имеет. Соответственно, из этого, повторю, нужно сделать вывод, что фрукс-мажор – это не волшебная таблетка, которая превращает договоры, обязательства в пустое место, пшик и так далее. 401 говорит только о том, что можно уменьшить объем ответственности, которая возник в результате допущенных нарушений договора, допущенных нарушений обязательства из этого договора. Соответственно, если поставщик должен был поставить покупателю товар, то он должен будет это сделать. Во всех остальных случаях статья 401 здесь, точнее, никак не поможет. Можно говорить только об уменьшении ответственности. Идем дальше. Соответственно, помимо выделяемых признаков, необходимо сделать и достаточно естественно, на мой личный взгляд, при ответе на вопрос, применима ли категория фрукс-мажора универсальная ко всем видам договоров. На самом деле, конечно же, неприменима. В каждом конкретном случае, в каждой конкретной ситуации, в каждом конкретном договоре, с учетом массы факторов, региона, времени, способа, формы исполнения и массы других причин, необходимо выяснять, насколько и какие последствия были у возникшего события, имеет ли это событие признаки фрукс-мажора, и, соответственно, есть ли возможность уменьшить ответственность от происходящего и в течение какого периода времени, и насколько. Соответственно, несмотря на то, что все мы уже, скажем так, в побывательском восприятии находимся в неком состоянии фрукс-мажора, начиная где-то с середины марта, тем не менее, большинство, мне кажется, предпринимателей находятся в неком представлении, поверхностном представлении о том, что фрукс-мажор есть, и он применяется ко мне, применяется ко всем видам договоров со всеми контрагентами и так далее, и так далее. И причем во всем происходящем сразу же наступает какая-то девальвация, обнуление всего происходящего, и никто никому почти ничего не должен. Вот, соответственно, необходимо, как я уже сказал, помимо выяснения относимости всего происходящего, каждой конкретной ситуации, вот эти связи максимально прослеживать, выделять и, скажем так, собирать необходимые доказательства. К сожалению, большое количество, опять-таки, предпринимателей, ввиду, на мой личный взгляд, недооценки, я отношу себя к ним, вероятности наступления такого фрукс-мажора, как пандемия, коронавирус и принимаемые органами власти меры, недостаточно качественно отписывал, прописывал подобные условия в договорах. На мой личный взгляд, все происходящее сейчас позволит исправить эти ошибки. Помимо этого, стоит обратить внимание, что никакие доказательства, никакой универсальной силы не будут иметь, и можно собирать иные документы, которые бы позволили решить подобные вопросы. Во всех остальных случаях надеяться на то, что какая-то справка из торгово-промышленной палаты, не знаю, клятва верности перед твоим контрагентом, что-то иное, все это на самом деле не будет иметь никакого значения, и нужно будет идти в суд, и в суде, соответственно, доказывать собственную позицию, доказывать существование фрукс-мажора, его влияние и так далее и тому подобное. Никто за вас подобное делать не будет. Помимо следующий блок, отказ контрагента от исполнения обязательств. Здесь на самом деле ключевой момент. Коронавирус не освобождает от исполнения обязательств. Он может освободить от ответственности. В некоторых случаях коронавирус через, допустим, статью 417 может привести к прекращению обязательств. Иногда он может создать основания для договорного либо законного отказа от договора, если есть для этого основания. Но непосредственной универсальной связи нет. Только дополнительные какие-то действия, которые необходимо совершить. Соответственно, если же мы наблюдаем, что по тем либо иным причинам, то ли непосредственно причинно-следственной связи, наш контрагент отказывается от договора, на мой личный взгляд, необходимо, помимо принятия управленческих решений, оценить те юридические инструменты, которые мы можем использовать. В первую очередь мы, конечно же, смотрим на те источники, которые мы можем применять в этой ситуации. Это, конечно, базовый договор и закон. Но есть универсальная мантра, которая всегда присутствует. Часть из них, часть этой мантры, она указана на слайде, проговорю это. Можно понудить к исполнению, можно взыскать штрафные санкции, можно взыскать убытки. Причем нужно понимать, что подобные инструменты, они, естественно, работают только при активности самого предпринимателя в защите собственных прав интереса. Повторюсь, если вам это не нужно, то вашему контрагенту тем более это не нужно. Это первое. Во-вторых, суды работают. С помощью судов можно добиваться защиты собственных прав и интересов. Да, это порой сложно. Да, это не универсально. Да, придется потрудиться. Но порой овчинка выделки стоит. Конечно же, на этой стадии может возникнуть вопрос о том, каким макаром нам в последующем обеспечивать исполнение решения суда, когда у должника активов нет. Поэтому здесь мы вспоминаем универсальную мантру о том, что общество с ограниченной ответственностью перестает быть обществом с ограниченной ответственностью и становится обществом с безграничной ответственностью. И здесь мы можем использовать инструменты и банкротства, и субсидиарной ответственности. Можем использовать и псевдосубсидиарную ответственность, когда сама по себе процедура банкротства нам не нужна. Вот, поэтому здесь инструментов на самом деле достаточно. Главное использовать имеющиеся и выжимать из них максимально. И последний блок, он связан с инструментами имущественной безопасности. Здесь мы выделяем два блока. Это блок безопасности самой компании и блок личной безопасности. Нужно понимать, что какие-то инструменты являются общими и базовыми. Пробегусь тезисно по некоторым из них. То есть в первую очередь риски для безопасности возникают при смещении двух видов активности, двух видов деятельности. Когда одна и та же компания осуществляет и операционную деятельность, и является хранителем активов. Скажу честно, достаточно глупо, наверное, с точки зрения защиты активов, одновременно заключать массу договоров и быть должником по ним с вашими контрагентами, и на этой же компании хранить все возможные активы. И недвижку, и деньги, и ценные бумаги, и интеллектуальная собственность, и так далее. Следующее. Необходимо всегда понимать, кто ваши клиенты, кто ваши контрагенты, и оценивать уровень токсичности каждого из них. Это что значит? Это значит, что как минимум мониторить UGRU, мониторить картотеку арбитражных дел, которая открыта, мониторить, как себя ведут ваши контрагенты, какие действия сделки иницируют, и что в результате этого удается. Если вы этого не будете делать, то, в принципе, это будет влиять на неверное определение уровня риска по подобным вопросам. Всегда стоит держать под надзором, контролем и иные юридические риски, которые возникают. Суда и банкротные, и корпоративные, и все в этой совокупности будет иметь дело, будет иметь значение. Приведу, не знаю, пару-тройку примеров. Ведете бизнес вдвоем с партнером, но корпоративный договор между вами до сих пор не заключен. Зона ответственности непонятна. Каким образом вы будете принимать решение, если один захочет выйти из бизнеса, а другой посчитает, что рановато, либо один из партнеров потребует выкупа бизнеса. Что вы будете делать, если завтра вы получите иск от вашего контрагента на 10 миллионов рублей с обеспечительными мерами на денежные средства на счете, также в этой сумме? Схлопнется ли ваша операционка? Сможет ли вы исполнить обязательства перед вашими контрагентами? А если недовольный сотрудник приведет, помимо труду инспекции, но еще и АБЭП, готовы ли вы к обыску, выемке документов? Насколько руководители являются стрессоустойчивы? Не прийди, Господь, если руководитель собственных бизнеса или один из собственников бизнеса умрет, завтра умрет. Что будет с компанией? Насколько существующие инструменты позволят продолжать деятельность самой компании? Помимо оценки инструментов защиты активов самой компании, нужно вспомнить, конечно, и про личную защиту. Здесь, помимо применимости отдельных инструментов корпоративной защиты, я обращу внимание, конечно же, и на инструменты личные. Здесь классика жанра. Это брачный договор и алиментные соглашения, мировые соглашения, которые могут приниматься по тем или иным вопросам. Те договоры, которые вы можете заключать, это корпоративный договор с вашим же партнером, подумать о том, где и какие активы, и, возможно, обособить их. Допустим, денежные средства хранить не только на себе, как физики, в банке, который может быть не настолько надежен, как банки из первой десятки. Естественно, занимать активную стратегию для того, чтобы мониторить все происходящее по основным параметрам рисков. Повторюсь, это суды, это открытые какие-то реестры, поведение ваших контрагентов, ну и, соответственно, общий климат в вашей ситуации, в вашей жизни, в вашем бизнесе. Вот так вот быстро, тезисно я постарался охватить на самом деле три, на мой личный взгляд, достаточно больших вопроса. И я надеюсь, что вот эти вот направления тезиса, они позволят вам, ну, во-первых, понять и взять из моего выступления конкретные какие-то рекомендации, которые можно применять прямо сегодня. Второе – это, соответственно, подумать о тех критических моментах, которые стоит проанализировать и держать под контролем. Марина, кстати, задает достаточно правильный вопрос. Их можно расшифровать, и я, естественно, давайте проиллюстрирую на каком-то из примеров, благо подобный вопрос можно посчитать в качестве вопроса, Марина. Примеры с брачным договором. Очень простой. Два – муж, жена. Муж является предпринимателем, жена – нет. У мужа в результате ведения бизнеса образовались долги перед третьими лицами, в том числе те, которые могут быть взысканы с него в рамках привлечения к субсидиарной ответственности. Что это значит? Это значит, что, в принципе, и наличное имущество этого физического лица можно обратить в взыскание. Стоит вопрос, нужно ли защитить супругу, нужно ли защитить семью. Брачный договор может позволить изменить соотношение долей супругов в общем имуществе и уйти от банального отделения 50 на 50. Вот это один из примеров. Естественно, что нужно понимать, что универсальных инструментов для начала нет. Не нужно искать волшебных таблеток. Очень стоит критически относиться к инструментам, которые вы хотите заимствовать, глядя на знакомых, друзей, партнеров по бизнесу. Почему? Ну, как говорится в той пословице, что там немцу хорошо, ну, русскому не всегда. Вот. Если есть еще вопросы, то я их предлагаю задавать. И я надеюсь, что сейчас появится прекрасный модератор и ведущий, и он позволит нам эти вопросы озвучить, а мне предоставится возможность начать отвечать на них. Виталий, спасибо большое за такой обстоятельный рассказ. Я думаю, что некоторые уже обратили внимание, дорогие друзья, что юридическая основа немаловажна сейчас. Информация вышесказана, смотрите, во-первых, нужно, если подходит текстовыми материалами, видеоматериалами, то на нашем сайте достаточно много. Мы очень часто проводим и вебинары, и семинары по юридической, повторюсь, тематике, но и публикуем тексты. Виталий, вы меня сейчас... К сожалению, я не вижу модератора и не слышу его. Увы, ах, меня не слышит и не видит Виталий. Очень жаль. Я думаю, что надо тогда, дорогие друзья, поможете вы мне, наши уважаемые участники конференции, задавайте вопросы для Виталия. Если они уже у вас накопились, выкладывайте в чат, пишите. Обязательно мы, если сейчас не наладится связь, мы обязательно постараемся уже под завершение нашей конференции задать вопросы Виталию. Ну, надеюсь, что он с нами. Нет, нет, уже нет. Он ушел из эфира. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова